Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Олга Сина, терапия Гёрсона. Я продолжаю переводить интервью с Брайан Клемент. И это было на конференции в августе 2018 года. Начнём с вопроса, с которого мы его оставили. Вы недавно написали книгу, называемую «Обман молочной промышленности о молочных продуктах и яйцах». Также у вас есть книга под названием «Отравленная птица о курицах». И после всего этого, когда вы это всё проанализировали, науку туда привлекли с точки зрения профессионала по здоровью, можете ли вы сказать, что кушать курицу – это более здоровый подход, чем кушать яйца? Как бы вы сравнили эти два продукта? Когда вы сравниваете курицу и яйцо, это классическая формула, что было сначала, курица или яйцо. Я мог бы ответить тем же ответом «Я не знаю, они оба плохие». Первый, ну давайте посмотрим на яйцо. Это зародыш в яйце. Вы его разбиваете и жарите в масле на сковородке. Получаете больше 300 миллиграммов холестерина от одного яйца. А некоторые люди жарят и 3, и 5, и 8 яиц. Ну, представляете, сколько вы получаете холестерина. Или же вы позволяете курочке бегать, а потом покушаете её плоть. Все они могут быть заражены сальмонеллой и колией, бактерией. Создают кислотную среду в вашем организме. И ничего хорошего для здоровья не приносят. Я знаю, что многие относят это к здоровой еде, но меня это удивляет, потому что и то, и другое скорее разрушит ваше здоровье, нежели принесут вам его. Следующий вопрос. Вы недавно написали книгу, опять же, о молочных продуктах, обмана, насчёт этого и яиц. И опять же, тот же самый вопрос. Тот же самый вопрос, он просто будет продолжать, наверное, да. Сейчас, секунду. Давайте взглянем на такой вопрос, как употребление молока другого существа, животного. Когда я веду свои лекции, у меня есть слайды. Я всегда показываю фотографию прекрасной женщины в деловом костюме, сидящей под коровой, сосущей в имени коровы. И вся аудитория буквально издаёт, вот так вот, да. И где-то через 4-5 слайдов моей лекции я показываю на этот раз уже прекрасного молодого человека. Также в купе красной одежды, сидящая под коровой, сосущей в имени. Для аудитории это просто звучит как порнография. Но на самом деле, когда вы берёте с полки картонный пакет с надписью «органическое молоко», это не значит, что вы не делаете того, что на слайдах. Даже принимая во внимание, что это фермер, конечно, подоил корову. Всё равно это то же самое со сосанием молока фактически. Дело в том, что кальций, содержащийся в молочной продукции, это не тот кальций, который находится в растениях. И были исследования из 90-х годов. Вот мой друг Клемент, нет, не Клемент, а Кэмпбелл, Кэмпбелл. Он делал вывод, что молочная продукция причиняет больше случаев заболевания раком, нежели поедание мяса. Давайте возьмём самое прекрасное из молочной продукции. Мороженое, взбитые сливки, кефир, йогурт или сыр. Это жирная часть молока. Всё это изготавливается из самой жирной части молока. То есть, это будет забивать ваши сосуды фактически, потому что это большое количество жира в артерии, да, то есть, причиняет сердечно-сосудистые заболевания, вносит клад в диабет, и даже онкологию. Курица, кстати, по содержанию жира даже жирнее, чем красное мясо коровы. То есть, это те же самые последствия. То есть, как можно выбирать между ними, курица или яйцо здоровее? Нет, конечно. Я знаю, что аудитория, которая меня смотрит, наверняка употребляет и молочную продукцию, и мясо. И они не прекратят, потому что есть вот это вот так называемое экологически чистое молоко, яйца и коровки, которые по лугам ходят. Но да, они чище, чем коммерчески выращенные, но это не значит, что они не принесут вам те же самые проблемы со здоровьем. И еще я что хочу вам сказать, что тут, если вы кушаете такую продукцию, то имейте в виду, что он говорит о том, что задал вопрос, где находится, в каком продукте находится больше всего тяжелых металлов металлов и химических веществ. И ответ именно вот в этой группе. В этой группе. Почему? Да потому что все эти продукты, они имеют большое содержание жира, а жир как раз и содержит эту всю химию, эту всю гадость. То есть, вы поедая такую продукцию, забиваете не только свои артерии, но и весь свой организм именно вот этими токсинами. И поэтому он говорит, ну, если вас еще мои слова никак не убеждают, то продолжайте это кушать. Что я могу сказать, пока вы не падете, скажем, от последствий такой диеты. Следующий вопрос. За последние 40 лет видели ли вы много людей, которые применяли бы диету Аткинс, палео или другую низкоуглеводную диету? Какие короткие и длинные результаты для людей, которые следуют этим диетам? Это, значит, с большим содержанием мяса. Если я посмотрю... Я уже где-то почти 50 лет занимаюсь вот этими исследованиями. И я знаю, что диета Аткинса была лет 10 очень-очень от основания, очень популярна. Сейчас она не так популяра, но все равно она еще применяется людьми. Палео-диета стала продвигаться индустрией производства мяса, потому что очень много увеличилось количество людей, которые стали кушать только растения, и, конечно, им нужно было сбывать свою продукцию, и до сих пор. И эта диета в основном, как вроде это было в палеолите, то есть охотники, которые в основном мамонты добывали, да, охотились на других животных. Но самое глупое, вот, наверное, в этом состоит в чем? Вот обе эти диеты, применяемые с самого начала, дают сброс, большой сброс веса. И люди очень озабоченные своим лишним весом, привлекательны, это звучит для них привлекательно. И обнадеживающе, потому что они начинают терять вес. Конечно, нету хлеба, нету, значит, рожек всяких, вот там спагетти, но зато вы, там, или сладкого, но вы получаете заболевания сердечно-сосудистые, диабет, второй тип, или же... В Гарварде также проводилось... Да, то есть исследования в Гарварде проводились насчет этого, то есть вот это вся сердечно-сосудистые, диабет и рак, в общем, имеют происхождение, если очень много в диете подобных продуктов, а адкинс и палео, это как раз в основном всё о мясе. За последние 40 лет выделили вы худых людей, которые выглядели как бы здоровыми, но при этом у них внезапно, ну, как бы проявлялся диагноз, и причём страшные, или это сердечно-сосудистые, допустим, заболевания. В общем, он говорит... Дело в том, что многие люди чувствуют себя здоровыми, и ничего их не волнует, и они продолжают кушать то, что они кушают, не разбираясь, и не ходят ко врачу, потому что мы не любим ходить к врачам, допустим, как вот к дантисту мы не любим, и только идём, когда проблема возникает, так же и с другими докторами, то есть на проверочные какие-то. Но если вы делаете всё неправильно в диете, в работе, и я работал на работе вот с людьми, которые прекрасно выглядели, прям как модели, но при этом однажды приходили и говорили, боже мой, я вчера был у доктора, и мне сказали, у меня четвёртая стадия рака. Да? То есть вы просто ошелемлены этой вестью. Как это может быть? Вот вроде всё, выглядел нормальный человек, а вдруг такой диагноз. Это очень страшно, потому что человек делает всё неправильно или почти всё неправильно, а потом не ходит ещё к терапевту на проверке. Потому что если, понимаете, я почему об этом говорю, если вы выходили на проверки к врачу, я вас туда посылаю не для того, чтобы он вас вылечил, он вас никогда не вылечит, но он вас прекрасно поставит диагноз. Вот диагноз он поставит, и это было бы красным флагом для вас, делать что-то, чтобы не привести к более серьёзным последствиям. Но вы же не ходите, да? То есть вы не можете изменить, допустим, свой образ жизни, и потом раз, и приходит инфаркт. Я вот на этой конференции об этом говорил на лекции, что самое ужасное, если человек имеет инфаркт в молодом возрасте или инсульт. И дело в том, что когда диета неправильная, то забиваются артерии, и в том месте затора, если это было до того, как эта кровь достигала сердца, тогда это инфаркт. Если это до того, как достигала мозг, тогда это инсульт. И говорит, что организм мудрее, чем носитель его. И он как бы говорит человеку, вот ты забиваешь артерии сыром, пиццей, ты забиваешь мясом, значит, яйцами, курицей, и вот забиваешь, и забиваешь, и организм начинает делать новые вены и капилляры. Но это происходит только с возрастом, когда мы уже постарше. И, скорее всего, если вы постарше, то вы, скорее всего, не заработаете инфаркт и инсульт, потому что к тому времени ваш организм может создать, кстати, новые пути для крови, снабжать ваш мозг или сердце. Но если вы молодой, тогда другого пути нет, и поэтому происходят такие болезни. За последние 40 лет видели вы, опять же, людей, которые хорошо выглядели, и даже, может быть, кушали сырую еду, овощную, но внезапно получали рак, раковый диагноз. Да. Я хочу вам вот что сказать. Особенно я вот на своей профессии специалиста попитаю. Когда я стал директором в 1990 году в институте Гиппократа, я тогда, до того времени, очень мало обращал внимания на психологию и психологов вообще. Но вот потом уже позже я увидел, что многие люди имеют эмоциональные травмы. Допустим, если много стресса, если у вас плохой сон, то, скорее всего, у вас разовьется рак, конечно. Где-то 80 человек обязательно получат подобный диагноз. Есть у многих людей неплохие браки, то есть проблемы в браках, плюс сходят на нелюбимую работу, и это все... А потом еще вот начинают люди переедать, то есть от этих проблем всех человек начинает заедать свои проблемы. И даже если это здоровая диета, но если вы травматичны, как бы, да, чем-то, и тесты вроде как хорошие, вот крови, да, но 5... Но, может быть, через 5 лет вдруг развод, или ребенок приходит домой, и вы видите, что он потребил наркотик, то есть это... Вы можете, допустим, не кушать правильную еду и не ходить на тренировки, то есть все это может... То есть при хорошей диете тоже может быть диагноз. Вот это вот... Вы знаете, я просто вот, слушая его, подумала о себе, потому что, в принципе, вот за последние хороших, ну, лет 8 до диагноза, ну, то я старалась, я старалась как можно больше делать всего хорошего для здоровья, и... думала ведь про то, чтобы ларак не заработать, понимаете, много делала для этого, однако же, из всего большого коллектива, которые питались, как буквально по собачьи, я имею в виду, ну, вот как все типичные американцы, ужасно с этими... битую свою Кока-Колу, втупили бесконечно, и все, и вот кто заболел раком, вот это даже смешно, да, если бы мне было так грустно. Значит, какие типы еды, ну, способствуют возникновению диабета второго типа, и какие... какая еда его предотвращает? Что причин... Вы знаете, все думают, что это сахар, но нет. но они неправы, потому что это не сахар, а жир. Если вы... в вашей диете присутствует очень много жирной пищи, и именно животного происхождения, то, скорее всего, даже кокосовое масло, то есть оно обволакивает клетку. Гело в том... Каждая клетка нуждается в глюкозе для того, чтобы произвести энергию. И когда нам так вот обволакивается этим жиром, то... То есть сахар пытается пройти внутрь клетки, но он остается... остается в крови, потому что не может пройти через эту оболочку. И вот поэтому, собственно, диабет же называется еще сахарным, да, то есть когда вот много сахара в крови. Вот это вот причина. Ну, это вот идея, он развивает то же самое, что именно жирная диета однажды приведет к тому дню, когда вы покушали, вроде бы нормально, но утром встаете, измеряете кровь, и у вас там она зашкаливает, да. И люди обычно эти... имеют очень много жиров в теле, но вообще могут быть и худенькие люди. В основном это от того, что люди... Да. Да, и он говорит, что диабетики очень любят сахар, и они просто начинают кушать очень много сладкой пищи, но это не приносит никакого... У меня есть книга, которая называется «Сладкая болезнь», и я там об этом говорю, даже, допустим, здоровые такие продукты, как фрукты, мед, то есть это все может... Даже если переедаете манго, то есть это может уже потом, когда у вас сформировался диабет, то есть приводить к этим гликемические, по-моему, да, вот такие эпизоды. И он говорит, что это как наркотик, это... Сейчас, секунду. Много исследований проводилось по этому поводу, он говорит, и для всех диабетиков это вот характерно, вот этот один и тот же тип поведения, большей частью, потому что их организм просит, ну, то есть клетки просят этот сахар, чтобы производить энергию, и они потому едят этот сахар, но он не проходит все-таки через эту оболочку. Если диета не изменяется, это вот самое главное. Вообще, второй тип диабета можно повернуть назад, и... И это очень... Но есть многие люди, которые могут это делать, и которые не могут это делать, потому что это очень сопряжено с образом жизни. вы должны... Вы должны... В общем, он говорит, что это лучше делать со врачом, потому что там речь идет, в общем, о серьезном таком состоянии. Вот даже вот видим, помним, я вам когда переводила, какие болезни могут лечиться, терапия Герстена, там ведь тоже диабет второй тип, он стоит в списке других заболеваний, которые должны лечиться с врачом, с практиком, знающим терапию Герстена, потому что там столько много нюансов, значит, вероятно, надо чаще менять это вот, ну вот, само расписание, это скорее всего с этим сопряжено, и там может быть какие-то разные совершенно добавки для них, поэтому, конечно, делать самостоятельно это все-таки не очень правильно, и очень важно иметь, вообще есть книга отдельная, терапия Герстена для диабета, для диабетиков, вот, но она не переведена на русский язык, поэтому, конечно, диабетики это для вас вот, вот, как бы, весть, если уж, стараться надо не получить его, а это вот все от питания, как мы услышали, да, у меня опять нету времени на этот вопрос, мы на нем и остановимся, там про слабоумие, что, способствует получению слабоумия, деменция, ну, на другой раз, всего вам доброго, до свидания.